Альма Матер И мы, Елена Хроменкова И Михаил Коробицкий За прошедшие две недели у нас скопилась масса интересного материала Даже, можно сказать, эксклюзивного Рок-музыка, математика и даже сафари на тракторе Как говорится, поехали! Иностранные студенты пели о Белоруссии, даже выучили национальные белорусские танцы Туркмены сделали ставку на фронтовые песни, а танцовщица из Шри-Ланки удивила экзотикой Как в Белорусско-Российском университете прошел фестиваль «Дружба народов» А вот куда отправились бы за знаниями наши соотечественники? Узнаем из опроса До предела натянутые гитарные струны, киловатты звука В Могилеве определили обладателей республиканской премии в области прогрессивной музыки «Белорус Андеграунд Эвордс-2013» Лаборатория — это не только белые халаты и микроскопы Например, здесь опытные экземпляры с черноземом на колесах Так что, возможно, изобретение дамского трактора с автоматической коробкой передач уже не за горами И другие интересные темы для тех, кто в студенческой теме Смотрим прямо сейчас Рок объединяет, рок вдохновляет Впервые в Могилеве прошел «Белорус Андеграунд Эвордс» В рок-портале 23 февраля мы убедились — рок-н-ролл жив! И хочется верить, мода на него еще долго не исчезнет Смотрим сюжет До предела натянутые гитарные струны, киловатты звука В Могилеве определили обладателей республиканской премии в области прогрессивной музыки «Белорус Андеграунд Эвордс-2013» И все же главной фишкой мероприятия стал гала-концерт «Рок-коллектива» Мы стараемся в первую очередь создать отличное мероприятие, отличное шоу Пригласить всех сильнейших артистов, которые есть на данный момент в Белоруссии А также подключить к нашему общему шоу другие группы из других стран По словам хедлайнеров мероприятия, уровень подготовки музыкантов, а как следствие и самой рок-музыки, достаточно высок Вот, например, Джоэл Ток, американский музыкант и продюсер многих заокеанских рок-проектов Весьма лестно отозвался о белорусских исполнителях Здесь, в Могилеве, я услышал достаточно качественную рок-музыку, чем-то похожую на американскую Многие мои друзья полагают, что истинные рокеры — это американцы, но я с этим не согласен Здесь очень много талантливых музыкантов Вообще, на самом деле, вот этот концерт в Могилеве организован по высоким уровням виталий Как же создается Могилевский рок? Мы тратимся делать просто то, что нам нравится и особо таким вопросом не задаемся Просто весело, мы выходим, познакомимся с группами, выходим на сцену, все поддерживаем, здорово Тем не менее, в свободное от рока время ребята не прочь послушать музыку из других жанровых направлений Мы не ограничиваемся ничем И, я думаю, в свободное время все там слушаем и рэпчик И мы любим, например, группу Серебро, очень любим группу Серебро С теми, кто по-прежнему считает Могилевский рок мертвым, готовы поспорить фанаты А их на концерте собралось ни много ни мало полтысячи Всего определили 9 номинаций, выбрали и лучший трек, и лучший коллектив, и прорыв года Но главное, лишний раз подтвердили рок По версии британцев, в прошлом году первые 10 мест мирового рейтинга поделили между собой вузы США и Великобритании Миша, а если бы тебе предложили учиться за границей, что бы ты выбрал? Я бы выбрал имперский колледж Лондона, туда берут без экзаменов Главное, не завалить тесты по свободному владению английским Было бы желание, а языки и подтянуть можно Что думают по этому поводу наши студенты? Ежегодно сотни иностранных студентов приезжают учиться на Могилевщину Высокое качество образования, дружелюбность и гостеприимность Боже, что манят иностранца к нам А что же наши соотечественники? Куда бы ни отправились за знаниями? Я хотела бы в Лондоне учиться где-нибудь Возле Гигбена На кого? Мне нравится адвокат Гарвард, например На кого учились бы? На программист Оксфорд И на кого? Ой, даже не знаю Мне больше здесь нравится, может быть, в крайнем случае, это Россия Вегипте на врачах Хотела учиться в Италии и что-нибудь связанное тоже с архитектурой Или что-нибудь такое, но это интересно Наверное, остался в Голомесе Почему? Не знаю, мне больше нравится, как-то роднее, ближе Лондон лондоном, но и к нам едет много иностранцев за дипломами Не просто много, популярность наших вузов подтверждает целый международный фестиваль И мы тоже отправимся на дружбу народов Для дружбы и таланта границ не существует Седьмой год подряд это подтверждает фестиваль творчества иностранных студентов «Дружба народов» В течение двух дней Могилев принимает талантливых иностранных студентов из ведущих вузов Беларуси На сцене Белорусско-российского университета 80 участников Граждане Туркменистана, Китая, Германии, Ирана и других стран Перед выступлением ребята разминаются и, понятное дело, волнуются Очень хочется представить свою страну в лучшем свете И сегодня мы еще подготовили номер на белорусском языке Иностранные студенты на белорусском языке, я думаю, это будет ноу-хау Мы сейчас танцуем, называется Туркменистский народный танц, куштепди Мы уже здесь в четвертом году выступаем, каждый год дипломом ходим здесь Все в порядке, все так Иностранные студенты пели о Беларуси и даже выучили национально-белорусские танцы Туркмены сделали ставку на фронтовые песни А танцовщица из Шри-Ланки удивила экзотикой А жюри обещала учесть еще один критерий У зрителя или у жюри нет языка, главное наполненность, главное эмоциональность, это самое главное И конечно каждый старается передать колориты и традиции своей страны Но за сценой все смешалось в одно, тут совсем не важно, где ты родился и кто станет лучшим По улыбкам понятно, объединяет настроение Ну все настроено, хорошо, готово, поддерживаем друг друга как можем Я не думал, что такие фестивали здесь строят Но это очень хорошее Ну как идея сначала они сделали, что дружба народа, общаемся Даже туркмени, например, мы общаемся с ними Уже новые традиции, новые люди общаемся Ну это все плюсы, я вижу, что очень хорошо В результате гран-при фестиваля завоевал дуэт уроженцев Нигерии из Витебского медуниверситета Для нас они спели на бис ПЕСНЯ Окей, класс Фестиваль «Дружба народов» — это не только репетиции и выступления, но и экскурсии, дискотеки Все, чтобы студенты убедились, язык дружбы в переводе не нуждается А теперь ты отгадай загадку Один глаз, один рог, но не носорог Хорова из-за угла выглядывала Смекалку включила? Нет, в гугле посмотрела Гугл, конечно, это хорошо, но не всегда он помогает Действительно, в жизни есть вопросы, на которые может ответить только специалист Алена и Кристина — студентки четвертого курса университета Кулешова Факультета экономики и права Как и все в этом возрасте, они успешно совмещают учебу, дискотеки и свидания А еще и работу, точнее сказать, практику Какой же юрист без практики? Бесплатное правовое информирование граждан — эксперимент уникальный Консультировали всех желающих студенты, правда, под руководством профессионального юриста Попробовать себя в роли адвоката и помочь гражданину с его проблемой — это действительно очень интересно и увлекательно, я бы даже так сказала Почему я согласилась еще? В третьем курсе меня заинтересовала такая задача Я действительно получаю те навыки и ту теорию, которую слушаю на лекциях Без опыта юристов не особо хотят брать Практика в областном исполнительном комитете по консультированию граждан в этом поможет чем-то Этот проект еще молодой, однако пользы от него ждут как власти, так и студенты Последнюю подпись в консультационном ответе все-таки ставит профессиональный юрист Но хотя в роли юриста выступают еще не дипломированные специалисты, их теоретические знания свежи, а опыт придет со временем Вот есть такая пословица «Все просто как грабли», но сейчас в сельском хозяйстве такая сложная техника, что ее не просто изучают в вузах, но даже диссертации защищают Ты, например, знаешь, что такое трансмиссия? Я-то знаю, а вот ты где, Лена, научилась таким словам? Я была на экскурсии в Горевской сельхозакадемии, смотри сюжет Лаборатория – это не только белые халаты и микроскопы Например, здесь опытные экземпляры с черноземом на колесах В лаборатории тракторов Горевской сельхозакадемии целая автоколонна сельхозтехники И она проходит испытания на полях Например, на этом тракте сейчас установлено газовое оборудование, которое позволяет подавать до 30% газа С целью уменьшения расхода топлива и улучшения экологических показателей работы двигателя На мехфаке сельхозакадемии готовят специалистов по трем специальностям Механизация сельского хозяйства, механизация гидромиллиоративных работ и агросервис Многие ребята уже успели поработать в сельском хозяйстве Начал я работать в 17 лет помощником комбайнера сначала Потом как-то начал работать комбайнером Посадили на комбайн Как-то было сперва страшно Пришел сюда со школы У меня отец фермер Ну я как бы ему уже помогаю Ну с долей малого возраста Там уже лет 10, там на тракторе, на комбайне помогал Ну вот пришел учиться в академию Думаю закончить и пойти отцу помогать Я был уже студентом в колледже в другом Поэтому мне это все проще дается гораздо, чем те, кто кончил школу Практические навыки нарабатываются на различных тренажерах Имитируем небольшой овраг Под каким углом трактор может перевернуться Вот таким образом замеряется высота Высота от основания до низа, до шины вот этой вот Сложим по расстоянию пополам денег Уже точно туда определяем А вот те, кто решает связать свою жизнь с наукой Остаются в магистратуре И позже в аспирантуре Их задача более масштабная Постоянное усовершенствование механизмов и агрегатов Которые выйдут в поля Мы работаем только по заказам наших ведущих предприятий Как правило, это Минский тракторный завод И в настоящее время мы ведем работы Вот по газовому оборудованию С Минским моторным заводом С Минским тракторным заводом Затем по системе диагностирования Трансмиссии трактора-двигателя Все наши наработки передаются И отчеты передаются на эти соответствующие организации У нас получено порядка 200 патентов Я вам покажу их У профессора Карташевича более 170 патентов Они активно внедряются в жизнь И здесь, как говорится, пример преподавателя Хорошая мотивация для студентов Так что возможно изобретение дамского трактора С автоматической коробкой передач Уже не за горами А на сегодня у нас все Увидимся через две недели В это же время на этом же месте Не пропустите все самое интересное Всем пока!